Мир Вам! А Вы можете вот так на меня сейчас подержите? Держите, чтобы меня чуть-чуть видно было. Вот так повыше. Вот чуть-чуть подержите. Весь платок видно. Ну ладно, слава Богу, я сейчас немножко поставлю. Вот так немножко поставим. Вот так повыше, да? Может попадется что-нибудь? Самое главное, чтобы слышно было. Мы немножко духовное что-нибудь поговорим там на духовной теме? Давайте. Вы в храм-то ходите? Редко. А Вы сами откуда? В местной? Там был в Штабовской области. Нет, я имею в виду сейчас Вы где живете? В Ильяновске. Ну здесь на Верхней? Нет. С Новогорода, да? В Новогороде, да. А, с Новогорода. Я тоже в Новогорода. А Вы там храм какой ходите? Никольский? Ну, который на Ульяновском. Нет. На авиастроительском. Андрей? Ну, да. Святитель Николай. Да. А летка там была сюда? Летка, да. А сколько Вам лет? В месяц. Восемьдесят. Восемьдесят? Да. Даже не скажешь. Семьдесят девять. То есть скоро. Ну пошел восемьдесят. Хорошо. Да. Вот. А Вы крестились когда? Крещение как? Крестились, я помню. До школы. То есть маленькой были? Да. Или все-таки уже осознание? Нет, до школы. До школы бабушка водила. Мама моя проводница работала. И тогда ведь атеизм был. Запрещали. Не-не-не-не. Это в городе Вас крестили? Да. В городе? Крещение. А, или в деревне? В деревне. В деревне. А как крестили сами Вы помните? Да. Как крещение Вас полностью погружали? Да. Или только голову мочили? Да. Я уж не умещалась. То есть в купель была? В купель сначала посадили, да, гнули-гнули, поливали, а потом во сколько лет. Сколько лет Вы точно не помните? Семьдесят. До школы. А до школы еще, да? Да. До первого класса. До первого класса. Да. До шести или шести. А Вы одна шесть живете, да? Да. Да. Вот сейчас Евангелие. Вы его хоть когда-нибудь читали вообще-то? Библию, Евангелие. Говорит услуг у меня есть. А Библию, Евангелие, Новый Завет. Новый Завет есть. Новый Завет. Вот это Евангелие туда тоже входит? Угу. Ну, это здесь кровь на шрифт, а может быть хорошо читать. Угу. Я грешница, грешница. Ну, грешники Морисея, понятно. Жаху не. Вы постельство соблюдаете? Нет? Нет. Нет. Ни разу не постельство? Нет. Нет, не выдерживала. Нет. 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 У меня своя какая-то идеология. Угу. Я живу, как сказать, и правильно, и правильно. Я никому вреда не делаю. Ну, это понятно. Вот сейчас это. Нет, вот. Вера у нас должна быть, знаете как, по Евангелию вот именно. Вот спасительная вера, как один говорит все-таки проповедник, диссионер, он говорит, что и в аду хороших людей тоже много. Они когда туда впадают, они тоже раскаиваются. Добрых людей очень много. Они говорят, там и в аду их тоже много. Но дело в том, что если люди просто добрые дела делают, ну, ради счастлива, может кто-то ради какой-то выгоды, добрые дела само по себе не спасают. А вот добрые дела ради Христа, вот они спасают. Вообще-то Господь наш Иисус Христос, вы Бога-то знаете кто? Потому что многие крещеные, а Бога не знают. Вот. Когда вы читаете Евангелие Новый Завет, там уже говорится о ком? О Иисусе Христе, как пророки-пророчестве, это же было заранее пророчество, что придет Спаситель. Вот. Иисус, он переводится как Спаситель. Христос как помазанник. То есть придет Спаситель и спасет нас. От чего? От наших грехов. Вот. А как он спасет? Там было представлено, что он должен распяться за наши грехи на кресте. Вы крестик носите на себя? Да. Вот. Распятие, крестик. Вот почему мы? Это нам память, напоминание, что Иисус Христос распялся на кресте ради нас, ради нашего спасения. Вот. Ну, до этого пророки предсказывали, что придет скоро Рождество будет. И мы отмечаем, что… Ну, дата сейчас, может быть, и не понятна. Потому что у католиков одна дата у нас другая. Мы сейчас, может быть, точно и не скажем именно. Это уже не имеет значения. Но факт то, что он по-человеческому естество был по плоти, как человек. Определенное число у него, дата рождения. Так же дата смерти была. Ну, а по Богу он был всегда. То есть он Бог и человек. Иисус Христос, Бог и человек. Это мы читаем и понимаем из Евангелия. Это. А Святая Троица мы там видим. Если вы будете читать о крещении, вы там увидите, что перед крещением Иисуса Христа был тоже предсказан пророками Иоанн Претичий, креститель. Может, слышали такое? Да. Вот. Они были родственники. Возраст только полгода у них разница. Иоанн Претичий, он тоже, ну, он был, как сказать, пророк, тоже великий пророк. День празднуется. Вот. Вот. 11 сентября, да? Да. Ну, это день в секновении головы, там постный день. Вот. И, значит, когда он призывал народ к покаянию, было крещение, тоже Иисус Христос пришел на крещение. Но, вот, я читала, что Иоанн во крещении оно само по себе не спасало. Только люди, ну, как сказать, к покаянию он призывал народ. А крещение омывало от грехов только через Иисуса Христа. Потому что Иоанн Претичий, он человек. Вот. И первородный грех на нем тоже был. Конечно, хоть он и жил правильно, но все люди, которые после Адама рождались, вот этот первородный грех, он переходил уже из рода в род. Он сохраняется на каждом, на всем человечестве. От первородного греха мы только спасаемся, очищаемся Бог в крещении в самом. Через уверование. Когда мы уверены, что Иисус Христос, мы покаемся, мы признаем, что мы грешники. Вы же признаете? Конечно. А тут некоторые даже не признают, что они грешники. Если мы признаем, что мы грешники, если мы уверены, что Иисус Христос, он Бог и человек, он совершенный, то есть человек был совершенный без греха, на нем не было даже первородного греха. Почему? Потому что он был рожден от Девы Марии, ну, таинственным образом, скажем так, да? Ну ладно. Это история. Это история. Сейчас все хуже и хуже и хуже. Ну, это было предсказано, знаете как, что… Нет, я хочу сказать, что Иисус Христос, он распялся с грехи всего мира, но стоит условие такое. Если любой человек может спастись, неважно там он русский, татарин, еврей, ну, разных национальностей потому что у нас много, хоть африканец, он пусть чернокожий, хоть белокожий, Господь любит всех, и Он желает всем спастись в разуме истинно при теле. Он всех призвал к спасению. Сейчас по этому проповедь она везде идет, через Евангелие вот это, вот. Но должно быть правильное истинное, потому что сейчас много ярдиков сектантов, они тоже вроде раздают это Евангелие, но они уводят, истину не знают, они вне церкви. Мы должны быть, чтобы спасись еще с собой церкви. Вот у нас православная церковь, у нее есть свещества, рукоположная, законная, это истинная, правильная церковь. А вот кто вне этой церкви, он еще вне спасения. Вот вы приняли крещение в православной церкви, это уже хорошо. Если вы признаете, что у вас есть грехи, это тоже хорошо. Но нужно каяться, если вы приняли крещение, у нас существует таинство. А вы хоть раз в жизни ходили на это? В церковь? Да, в церковь. А там же вот священники, там же есть таинство покаяния. Мы же грешим, грешим, Бога не знаем, Евангелие читаем, посты не соблюдаем. Браки не венчаны. Ну, там много грехов, да? Если мы придем, мы должны раскаяться перед Богом. Священник, он всего лишь свидетель. Господь, если мы раскаемся искренне, Он прощает нас в грехе. Для чего это нужно? Чтобы мы уподобились Богу, добродетели творили. И чтобы мы, умирая в этой жизни, уже только тело умирает. А душа, она вечная? Где она будет? Мы, конечно, надеемся, что в Царство Небесное хочется попасть, да? Оттуда, скажем, ничто нечисто не пойдет. Чтобы туда войти, как раз мы должны заповеди соблюдать. Заповеди надо слышать, да? Десять основных заповедей. Но, на самом деле, их там больше еще. Заповедь, она, как говорится, обширная очень. Вот. Но она попросту, можно сказать, вот эти десять или все заповеди можно в две уместить. Первое. Господь сказал, что Христов, когда приходил, вызыви Бога Своего всем сердцем, всем душой, всем помышлением. Как самого себя. Вот все заключается. Вот. И когда мы это исполняем, ну и, конечно, нужно правильно, чтобы было крещение. Потому что сейчас вот проводят крещение многие, они даже, ну как бы все подряд крестят. А люди, может, и не веруют даже, и Бога не знают. Пришли, если раньше была катехоизация, проводилась, да? Вот. Там, я сейчас знаю, есть одна община. Вот это Натихич Лапкин, проповедник сильный. У них там от трех до пяти лет. То есть они изучают Евангелие. Все это проходят. Чтобы человек уверовал, он должен все-таки знать учение Иисуса Христа. Вот. Уверует когда он? Только тогда уже можно к окрещению. А у нас, получается, свечи священники уже не учат. Люди пришли, они иногда даже и не знают. То, что, ладно, там свечку поставить, креститься, это чисто обрядовая часть. Это легко, это просто. Это всегда можно учиться и потом, да? Это не основное. Основное все-таки, знаете, догматы. Вот веру, знаете, наши основные догматы, наша вера православная, которая записана вот символом веры. Учили, знаете? Веру в единого Бога, от нас и держите, Старца неба, земли, да. Как это? Больше мне не запомнился, до половины дошла, никак не могла. Как это? Мне нравится, Даниил Сусоев говорит, что это как бы будет наш пропуск на тот свет. То есть мы должны этот символ знать наизусть. Мы его знать и понимать должны, что Бог Отец, Он был всегда, Он совершенно Бог. Что это первое лицо Святой Троицы, что Иисус Христос это второе лицо Святой Троицы. У Него две природы. То есть была Божественная природа и человеческая природа. И Дух Святой, Трительство Святой Троицы. Ну, нельзя согрешать против Святой Троицы. Нельзя хулить. Потому что все грехи Господь простит. Он говорит, но хула на Дух Святого не прощается. Потому что сейчас, вот видите, много и храмы хулят, и священство. Ну, мы должны смотреть в себя, вникать в себя, да, свои грехи разбирать, а не чужие. Не осуждать никого. Ну как же не осуждать? Обличать мы должны ненавидеть только грех. Вот смотрите, если человек грешник идет, ну там пьяница, бомж, какой бы не был любитель, да, мы должны осуждать не самого человека. Потому что человеком все удобно, присклонно, как и хочешь. Нужно осуждать только греха. Вот немножко слух. Вам там был звонок? Я уже сейчас, конечно, немножко тогда отвлечемся. Я Вам прочитаю что-нибудь. А Вы в храмы ходили где-то? Ну, например, давайте вот. Сейчас какую-нибудь я Вам выберу. Вот сейчас у нас зима. И было такое немножко о природе. Хрустальные березки. Хрустальные березки под моим окном Все покрылись тонким льдом. Капельки сосульки на ветвях висят, Качаясь, как свистульки на ветру шумят. Тяжело березам с ножей такой, Хочется им скинуть полок ледяной. Солнышко не видно, спряталось оно. Дождик с мокрым снегом к нам стучит в окно. Нелегко березкам качаться под дождем, Только б не сломаться им под хрусталем. Будет день хороший, солнышко взойдет Из деревьев тяжесть ото льда спадет. У нас было в 2010 году. Такая уже погода. А еще у Вас должна быть женщина, Она пишет стихи и все на их тематике. Живет в новом городе и фамилию забыла. Давайте выбор души. Душа, проснись, пока твой дом не разорен. Идут последние года и есть знамение времен. Покайтесь, Библия всему миру гласит. Всегда выбор пути для души предстоит. Кому ей служить и славить кого. К Богу идти или против него. Если душа в сердце скажет, о да, Я согласна на жертвы, а не не беда. Прибывать хочу с Бога всегда, Лишь войти бы в царские врата. Вот тогда радость на сердце сполна, И надежду спасения получит она. Ну а если душа вдруг гордо решит, Что сама она Бог и не нужен ищет, То падет она скоро и так глубоко, Что помочь ей будет уже нелегко. Гордыня закроет вход души в небеса, И вражью слышит она голоса. В своем виде смятения и ума помрачения Тогда не поможет и тело лечения. А Божья милость ее сможет спасти, Лишь надо ему покаяние нести. Ведь Бог есть любовь и источник, И жизнь не источник. В Библии все написано верно и точно. А вот совесть. Плохо, когда человек грешит, А совесть его при этом молчит. Это значит, ее заставляет молчать И давит на горло, не могла чтоб кричать. С ней часто на сделку идут И просто бессовестно угуд. Ее зов не слышит подчас И оправдывается всякий раз. А если совесть вас сильно гложет, Она значит не зря вас тревожит. Ею правит всего мира князь, И совесть хочет в себя сбросить грязь. Ей нужно только в этом помочь, В покаянии жить в день и ночь, О прощении Бога просить, И своей жертвы ему приносить. А жертва Богу дух сокрушен, Твоя совесть чиста, ты прощен. Если сердце в смирении живет, Тогда зло из него уйдет. Сейчас эта совесть мешает жить. Совесть, как говорят, Совесть – это голос Божий. Для чего Господь нас вложил? Раньше писанного закона при Адаме Ему давно была совесть. И когда он согрешил Адаму, Еву и народу, Господь сказал, аплодисся, Разумлажайтесь. Изначально уже не было написано закона. И они жили по совести. Совесть-то она должна была им подсказывать. Закон Божий был вложен в эту совесть. Он и сейчас есть, он существует, он действует. Просто мы не чувствуем этого, Потому что грехами мы ее, Как камнем, придавили, придавили, Постоянно грешим, грешим, грешим. Еще почему и говорят – сожженная совесть. Это говорит, настолько человек низко пал, Настолько много согрешил, Что он уже ее не чувствует. Она у него как сгорела, как будто до сла сгорела. Поэтому, говорит, бессовестная. Такое существует выражение. Это говорит человек о том, Что он очень много нагрешил и не кается. А вот когда человек согрешает, Их потом кается и оплакивает свой грех перед Богом. Господи, я согрешил, прости. Я хочу покаять, я хочу измениться. И Господь помогает. Совесть очищается через покаяние. И тогда она дает нам чувствовать, Когда мы что-то нехорошо делаем, Она нам подсказывает. Это же очень хорошо. Даже вот маленького ребенка, начиная с детства, Ты его научишь, он будет подрастать. Что хорошо, что плохо. Нужно ему объяснить. И совесть ему будет подсказывать, Что там что-то можно делать, что нельзя. Если он согрешает, То совесть ему говорит, Как бы нельзя это разобрать. То есть совесть это Господь все премудро устроил. Она должна быть. Если она вас о чем-то обличает, Значит где-то какой-то есть ваш грех. Нужно его разобрать. Себя вспомнить. Найти его и покаяться в нем. Да, это обязательно. Но нам вообще любой грех нужно обязательно Когда мы не согрешили. То есть себя. Вот согрешили и тут же покаяться. Самое лучшее. Но если не получается, ну хотя бы до заката. Солнце. Покаяться перед тем, чтобы лечь спать. Потому что многие говорят во сне умирали. Мы же не знаем. А там сказано, что даже один грех, Через один грех нераскаянный, Он может в ад утащить душу. Поэтому сколько бы не было грехов там. Ну количество их, можно говорить, как песок морской. Но их всех Господь может простить. Но только если мы в них покаялись. То есть вот. Как сказать. Раскаянные грехи должны быть. А не то, что мы в них не раскаиваемся. И говорим. Господи прости. А сами как человек говорит. Он пьет. Блудит. Потом придет прости меня. А сам опять проживает пить и блудит. Но это уже как бы лукавство. Такой грех. Как он может проститься? Мы должны меняться. Менять свою жизнь. В этом и покаяние. Вот. Сектанты, конечно, иеротики. Они тоже много. И Евангелие читают. Раздают. У них тоже есть благодать призывающая. Обращающая. Но у них нет благодати освящающей. Они вне церкви. А мы православны. Мы благодарны Богу, что мы в церкви. Законно рукоположный. У нас есть священство. Потому что у них нету. Рукоположного закона священства. От первых веков. Вот. Которая у нас в церкви. Соборы. Канонизация была. Семь соборов вселенских. Они написали там. Это символ веры было. Это тоже написано. Вот. Они как бы для нас это все сделали. И мы этим спасаемся. Соблюдая. Зная эти правила. Законы. Заповеди. А Евангелие нам для чего помогает? Потому что совесть. Мы настолько грешили. Что уже некоторые. Ну не можем различать. Где добро и дезло. Да. И поэтому. Закон нам. Вот в Евангелии помогает. Там описано. Чего можно делать. Чего нельзя. За что Господь наказывает. Вот сейчас. В школе. Которая. У авиастроителей. Там эти детки. Православная школа. Да. Ой. Я сейчас не знаю. Раньше же было вот эти ОПК. Как они. Православные. Какая-то. Курсы что ли. Культуру там изучали. Сейчас вам запретили. Сейчас уже нету. Это же. У меня сын когда учился. В каких-то. В пятом что-то классе. Тогда было. А сейчас по-моему нет уже. Потому что там же есть и мусульмане. И люди неверующие. Разные. Они начинают пробовать. Но что-то потом отказались. Не получилось у них. Нету. Сейчас. Есть только воскресная школа при храмах. Вот при храмах. Пожалуйста. Детей водят. Разных возрастов можно ходить. Я знаю. Водят. Почти при каждом храме есть. У нас там в городе есть. А в школах нету. В школах вообще нету. Нет. При храме школа. А. При храме? Да. А. Ну да. Это да. При храме есть. Но. Они изучают закон Божий. Больше. Что там. Писать. Рисовать. Что-то короткие. Какие-то основы. Но. Я думаю. Аскетики там нету. То что серьезное нужно нам. Чтобы вот. Спастись. Как преодолевать вот эту страсть свою. Побеждать. Да. Что такое страсть. Вот. Например. Гнев. Чем. Как его победить. Он побеждает с кротостью. Это нужно только аскетику и рассматривать в поучении святых отцов. Там. Феофан. Затворник. Василий. Великий ангел. А вот такие великие учителя церкви. Вот. Когда я их читаю. Шравы. Дрофеи. Это оттуда можно научаться брать. Потому что с Евангелем я это опять-таки не увидел. С самого Евангелия. Шумов. Ну а я на себя только. Сейчас вот. Знаете. Вот сейчас поднималась по ступенькам. Точнее это. Спускалась. Идет мужчина. И девочка. Маленькая-маленькая. Но возраста, наверное, мне кажется, 4 лет нет. Я еще подумала. Надо же. Но руках несет. А сама поднимается по ступенькам. Идет мужчина. А тут я спускаюсь. Она на меня так смотрит. Смотрит. Ну необычно же. Платок-то. И знаешь, что сказала? Боженька. Я сначала не поняла. Иду, думаю. Что-то как-то непонятно. Думаю из-за платка, наверное. Потом меня осенила мысль. Я уже сегодня причастилась. Христовых тайн. Представляете, что значит Господь со мной? Мы когда причащаемся, да? Иисус Христос. А дети-то им же давно видеть. Я так удивилась. Пораженно. Говорю. Ну надо же. Ребенка видит. А так бывает никто же не знает. А детям открыто бывает. А некоторые иногда и ангелов видят. Правда бывает и темных ангелов видят. Как у меня одна знакомая рассказывала покойная. Она говорит, это внучка когда была. Она говорит, вот видел этого с рожками. Говорит, пальцем показывает. Бывает и такое. Но и маленьким видением есть. Я говорю, слава Богу, что хоть что-то хорошее взял, а не плохое. Я так взяла Евангелию немного. Потому что тяжело ходить. Немножко раздала уже. Сейчас. Выборочен. Я не знаю, что попадется. Посмотрим. Как не предать Христа. Скажи мне, Господи, ну где же силы брать, чтобы я смогла Тебя не предавать. Пока душу, чтоб жить одним Тобой. Да не прельщаться в этом мире сатаной. О, Господи, прости же меня, прости. И в Царство Своё Божие впусти. Пусть будет узким в него вход. Я верю, что душа моя его найдёт. О, Боже, страх смерти, поргони из сердца прочь. Дай благодать житию в покаянии и день и ночь. Прошу Тебя избавить мою душу от врагов и от грехов, Что тяжелее всех оков. О, Вседержитель, не оставь меня одно. Наполовину уж душа моя в аду. Ещё я в помощь Матерь Божию призову. Ведь я в житейском море в суете живу. В Евангелии святые апостолы учат нас, Что рай небесный всем открыт сейчас. Для тех, кто верно за Христом идёт И крест свой до конца несёт. Для тех, кто не предаст Христа, Открыты Богом райские места. Для тех, кто жизнь свою готов отдать За веру православную, за Русь, за Мать. Скажи мне, Господи, ну где же силы брать, Чтоб я смогла Тебя не предавать? На это в Библии и есть простой ответ. Если ты любишь Бога, то страха нет. В Евангелии, значит, послание Анна, первая глава, Ну вот здесь вас тоже от Иоанна будет читать, Там есть четвёртая глава, в семнадцатый стих, Сказано, кавычки, в любви нет страха, Но совершенная любовь изгоняет страх, Потому что в страхе есть мучение, Боящийся несовершенен в любви. Также мне ещё нравится Евангелие Таана, 5.39, Если там в Евангелии будет читать, там сказано, Исследуйте Писания, и вы думаете через них Иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. А мне это с большой боку, то есть сам Господь Иисус Христос Говорил и заповедовал нам изучать Евангелие. Не просто читать, а как бы желательностолкование. Мы не раз столкование читали, Блажённый Фефилактор. Правда оно не везде бывает в церковных лавках. Я вот тут как-то смотрела, тоже не найдёшь. А вот если, вот это Евангелие, там только, как говорится, Четыре Евангелия. Есть ещё же Диане, послание апостолов. И всё это входит в отдельную книгу Новый Завет. Если Новый Завет, то есть там уже апостолы когда были, Избранное Иисусом Христом, 12 апостолов, если слышали, То как они жили, как они с Иисусом Христом ходили, проповедовали. Он избрал как учеников, как своих подследователей. И даже когда он потом же родился, потом был предан, распят. И он послал их и дети проповедовать всей твари. Благоставать их послал. И это учение потом их ученики записали. Эта книга вышла. Но лучше конечно читать Новый Завет, где как раз и деяние, послание, откровение. То есть там откровение Анна Богослова, это как бы пророчество о последних временах. О том, что будет. А всё это вместе входит в Библию. Ну, Библию, может слышали, там она, Библию переводится как 77 книг. То есть это полное. Там и Ветхий Завет. То есть от сотворения мира до Рождества, до распятия. И до последнего суда Божия. Что будет суд. Что он будет для всех. Вот мне нравится ещё там Евангелие Таанна. Если будете читать, попадётся. Вам место есть. В 12.48 сказано. «Отвергающий меня, не принимающий слов моих, и имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». То есть это сам Господь говорил, что кто его... Многие же его не слушали, не все принимали. Как книжники Пресеи же его распяли. То есть за Бога его не все приняли. Когда он родился, пришёл по плоти, как Бог, да? Вот. Его поэтому... Те, кто его гнали, да и сейчас многие... Много антихристов, те, кто его не принимает, к тебе вот Евангелие не принимать, Библию не читать, получается, что они Бога не принимают, Бога гонят. А он и говорил, если вы меня не принимаете, не верите мне, то следуйте Писанию. Хотя бы Писанием. Но кто и Писанием не верит, получается, что и Богу не верит. Вот уже, конечно, не так. Вот как Иисус Христос говорил, Иоанн Вескан, 3 глава, 3 стих. Я сейчас... Иисус сказал ему в ответ, и истинно-истинно говорю вам, кто не родится свыше, не увидит Царствие Небе... Ой... Иисус Христос сказал вам в ответ, истинно-истинно говорю вам, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. То есть даже не увидит, не только что там войдет в него. Вот. Нужно родиться свыше, то есть быть возимым Духом Святым. А как это может, если человек не верует в Бога? То есть сначала нужно веровать, вот это Евангелие читать. Но, как говорит это... Евангелие откуда на веру возьмется? Если, например, не все же слышат это, что Иисус Христос приходил, что Он был во плоти, рожден... То есть не все принимают, что Иисус Христос был Бог, да? Вот. Но, поскольку Господь посылал проповедников, это сейчас вот проповедники у нас как священники, они должны проповедовать. Потом все христиане. Вот мы, если в церковь веровали, то мы тоже друг другу должны проповедовать, что Иисус Христос есть Бог. Вот. Послание Римлянам 10-17, там сказано, вера от слышни, а слышни от Слова Божия. То есть, если у кого веры нету, значит, человек не слышал от кого-то. Вот. И получается, что либо она от Евангелия может родиться, например, когда человек вообще о Боге не знает, он возьмет Евангелие, он может через Евангелие веровать. А если Евангелия нет в руках, вот писаного нет закона, то он может услышать это от другого человека, который уже ранее уверовал. Вот. Так же было всегда, и апостолы ходили, после них вот священники, сейчас христиане. Кстати, вот секанты иерусики тоже ходят, они тоже самые Евангелие раздают. Но сейчас, правда, более современные пошли, эти все ереси появляются, они дробятся, дробятся, и получается, что они из этого Евангелия частично вырывают слова. То есть, что-то уменьшают, как, например, Библия, у многих ересиков, у них не семь семь книг, как у нас в православии, и как, скажем, у католиков, да, а у них шестьдесят шесть. То есть, они здесь вырвали оттуда, не признают, не принимают. А Господь говорит, кто, значит, хотя бы слово одно или прибавит, или убавит, то, конечно, за это будет наказание. То есть, нельзя слово оттуда ни одно не исправить, ни убавить, ни прибавить. То есть, нужно принимать так вот, как до нас оно дошло. Самая Библия полная и хорошая, 1876 года, синодального перевода, там перевозили, значит, канонизированные святые двое уже. Вот. Один еврей, который обратился в православие. Потому что сейчас не все же сами евреи тоже веруют. Они еще же, как, Иисуса Христа тоже не приняли, что Он был за Бога. Они же Его только ждут, что Он еще придет якобы родиться. Но мы так не веруем. Мы уже знаем, что Он по пророчеству, пророчество было, что там все сбылось. Вот. Как было предсказано, что Он пришел, распялся за нас. Вот. Если мы это веруем, принимаем потом кричение истинное правильное. Сейчас, кстати, и кричение-то неправильно много делается, на повышение идет. Голову только помочит, а должно полное погружение. Вот на фоне полное делают погружение. Вот. А у нас уже даже от маленьких приносят. Купель водой чуть-чуть нальют. Но это уже неправильно. Священник должен полностью его погружать. Почему? Это образ крещения, как мы... Человек омывается телом. То есть он как бы от грехов. Он умирает этой жизни и воскресает в новой жизни. Вот это немножко я Вам отвлекаю. Моя дорога к храму. Как интересно. Я в основании от детства. Моя дорога к храму шла из детства, в цели почти что рядом по соседству. Отцова мать жила. В углу избы ее была икона во весь рост. И в каждый пост лампада перед ней горела. Со временем икона почернела. Она же старую была. Когда храм рушили дела, Бабушка моя ее домой. На Пасху каждый год весной Семейство наше ликовало. В день этот бабушка давала Нам, детям, сладости, яйцо. Сияло радостью ее лицо. Она посты все соблюдала, Иконы свято почитала. А я еще тогда не знала, Но с молоком уже впитала Дух христианского пути. По жизни с ним легко идти. Когда я стала взрослой, То узнала, Какую бабушку иконы сберегала. Великомученица Пороскева И лик, Храню я детство, Славный миг. Она здоровье покровительница, А моя бабушка, Толгожительница, Много лет на свете прожила. После ее смерти Сноха передала Образ великомученицы в храм. Достойно Пороскеву Пороскеву почитают там. Пятый год Уж по святым местам Вожу паломников Я к родникам. Пороскеву, Покровительница воды, Прошу избавить От лихой беды. На источниках святых Есть благодать, Ее воспалки можно получать, Если святых усердно призывать И закон Божий исполнять. Это вот у меня Бабушка по отцу. Раньше же рушили храмы когда И вот они брали иконы. Ну чтобы не были пороганы И приносили домой И сохраняли. Но у нас две селены храма не было Селены вот только недавно Сделали там Как этот Ну небольшой такой храм Потому что Верующих то мало В основном же Если верующие есть Они желают Они собираются И храм строят А если верующих нет И храмы нет У вас где выписался? Кто выписался? Вот тут Да, убирать сколько? Да, пожалуйста. Вот завтра у нас Праздник Рождества? Да Рождество Рождество Да, Христовое Мама раньше текстовала Торопилась печку затопить Меня тихо в одеялом укрывала Боялась разбудить Всех составила у печки Любила угостить нас пирогами Зажигала тихо свечку И молилась перед образами В ту пору с братом Я ходила к соседям Прославлять Христа Мешочек с мелочей носила Таков обычай был тогда Я помню в окнах В окнах тускло свет горел Мороз Ила и собак нас не пугали Под нашими ногами Снег хрустел А в небе ярко звездочки Мерцали Тогда сугробы По колено были Легко так сразу Не пройдешь Но вдоль колодцев Проходили к ним Тропку проложила молодежь Они под вечер все гадали Свою судьбу на женихов А мы от бабушки узнали Что пели ангелы Для пастухов А храма не было у нас И Библию никто нам не читал Все это есть у нас сейчас Тогда другой был идеал Гирлянду мы на елку зажигали Любили с братом В прятки поиграть А суть рождества Мы ничего не знали Зато мы видели Молилась мать Теперь с детьми Бываю в храме И чувствую И чувствую как в детстве Благодать Я говорю спасибо маме Она смогла нам веру передать